Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос. Точнее несколько вопросов, которые вы задаете. Как принять ситуацию? Понять, что вам в этой ситуации нужно. Как отпустить его из сердца? Опять же, понять, что вас держит. И сердце здесь совершенно ни при чем. Не писать, не звонить, не мониторить его шину, не сравнивать себя с ним. Очень сильно жрет самолюбие. Как себе подавить эту злость к себе? Злость к себе подавлять не нужно. Я бы сказал, что злость к себе полезна. Потому что она злость в смысле. Это не что иного, как агрессия. Подавленная, к сожалению, вами агрессия. И она необходима, она нужна. Потому что это естественное состояние и форма человека. Только вы её себе по какой-то причине подавляете. Вот. Ну, подавляете, сдерживаете. Вот. Что, конечно же, вам идёт не на позу. Дальше. Так. Я просто ненавижу броярдейку. Как меня постоянно цепляет за него. А чего вы боитесь? Чего вы боитесь? И что значит цепляетесь за него? То есть, ну, вот что это конкретно означает? Вот. Ненависть – это по умолчанию то, что… Ненависть возникает к тому, что является препятствием на пути к нашему комфорту. То есть, вот условно говоря, то, что человек сам считает для себя комфортным. То есть, человек сам считает для себя, там, каким-то, ну, важным, нужным, приятным, классным и так далее. Вот. Зато это вызывает ненависть. Потому что, ну, ненависть – это естественная реакция на препятствия. Вот. То есть, ну, условно говоря, вы, как бы, ставите себя в зависимость от того, преодолеете это препятствие или нет. То есть, условно говоря, вам нужен мужчина, да? Вот. Чтобы, опять же, условно говоря, чувствовать себя лучше, чувствовать себя комфортнее и так далее. Вот. И важно понимать, что именно вам, о чем именно вы нуждают, да? Вот. Следующий момент, на который я хотел бы обратить ваше внимание, это то, что вы говорите. Жена этой мужчины для меня в то время говорите, что он сделал все, чтобы я в него влюбилась. Здесь, на самом деле, вы прикладываете ответственность за свои чувства и за свою активность на человека. Не он сделал все. Вы влюбились. Он лишь показал вам, что, условно говоря, в чем, условно говоря, вы нуждаетесь. Он дал вам понять, что вы с ним можете получить то, в чем вы нуждаетесь. Но у меня, у меня, честно говоря, пока что пазл не складывается. Потому что вы пишете, что полтора года назад связалась с женатым. Долгая история до этого никогда не связывалась с женатым. Не за деньги, не за продвижение по карьере. Откуда у вас такая мысль? Табу. Ну, хорошо. Если табу, чем это вызвано? Табу. Ну, то есть, с чем связано табу? Если это табу. Почему это такое жесткое табу? Знаете, вот, условно говоря, да, чем живешь с табу, тем больше шансов, что человек это табу нарушит. Потому что это в какой-то степени детская такая реакция, что запретный плод он сладок. Вот. Понимаете, какая штука? Значит, здесь нужно понять, какие основания для запрета отношений с женатыми мужчинами. Ведь ничего плохого в том, что в конце концов, чтобы встречаться с женатыми мужчинами нет. Другой вопрос. Другой вопрос. Какие у этого перспективы, да? То есть, условно говоря, насколько это соответствует вашим ценностям. Понимаете? И он может как соответствует вашим ценностям в глубине души так и не соответствует вашим ценностям в глубине души. И судя по тому, что вы пишите, да, судя по тому, что вы описываете, я рискнул бы предположить, что эта ценность с женатым мужчиной табу, она, ну, не совсем, там, условно говоря, вам подходит эта ценность, да? Ну, условно говоря, соответствует тому, что вы хотели бы, вот, ну, для себя, условно говоря, условно говоря, вот. Дальше, значит, он женился только в 2017 году, до этого жил с неградянским браком 16 лет. Ну, не странно, если мне жена отдавала всегда ему свободу, и всегда параллельно он встречался с девчонками, она снова и спокойно относится. Ну, простите, опять же, я хотел бы здесь уточнить, а это как-то не соответствует вашим ценностям, что вы, вот, говорите об этом. То есть, это странная семья, это не странная семья, это просто такие ценности у людей, они могут быть хорошими, могут быть плохими, но они вот такие, да? А какие ценности у вас ваши, если у вас ценность, допустим, семьи, то, условно говоря, чего вам это стоит? Ценность семьи продвигать, да? Ну, просто, вот, с чего, а что вам, а что вам это стоит? Насколько, может быть, это для вас тяжело, там, не знаю, трудно и так далее, вот. Может быть вопрос, может быть вопрос, имеет смысл, да, поставить, таким образом. Значит, что для меня самое важное, ну, грубо говоря, что для меня самое важное. Вот, и как я отношусь, вот, собственно, к вот этой вот истории, ну, к вот этому вот моменту, что происходит у моего мужчины со женой, да? Вот. Ну, условно говоря, условно говоря, опять же. Дальше. Так. Она снова так. Завязался раскольной жизнью, эээ, женился, думал, всё. В 2019 он встретил меня, влюбился. Детей с ними нет, он хотел, чтобы я его полюбила. Ну, я постараюсь сюда. Перекладываю, а то перекладываю тебе. Ответственность меня не брячит. Не брячит, что везде ходит со мной. Жена нас увидела. Снимает квартиру нас через знакомых. Прямо рядом со своим домом со мной ночуют все выходные. Честно вам скажу, где-то я уже читал такой, эээ, ну, такой текст, да? Вот. Где-то я уже читал, где-то я уже читал. Поэтому, вот, и занято, чтобы, эээ, говорю, что вы поступаете, эээ, как-то неверно, да? Я просто, такое ощущение, что вы, вот, чего-то ожидаете, условно говоря, эээ, постоянно, эээ, а этого, нет. А, вот, и... Из-за этого вы постоянно процессируете, из-за этого вы, можно, можно, можно сказать, не живёте своей жизнью, за это можно сказать, что вы как будто бы в долг живёте сами у себя, знаете, да, какая штука, то есть это вот то, что, ну, на мой взгляд, прямо очень серьёзно. Дальше, да, и такое ощущение, что вы вот этим своим рассказом, да, вы как бы говорите, ну, я ему важна, я ему важна, я ему нужна, я ему важна, то есть как будто бы вы сомневаетесь сами в том, что вы ему нужны, нужны и важны, вот, и пытаетесь, как можно, больше там условно привести аргументов. Для того, чтобы вы ему нужны, вот, а вопрос весь заключается, там, ну, условно говоря, в том, в том, да, нужны ли эти аргументы, то есть вот, ну, какое значение они имеют, эти аргументы. Дальше, так, будет не так со мной, со мной, но вечерами в 21-22 мы не обеспечивают, но помогают мне глобально, так по мелочи, это вы к чему? Ну, я ему участвую в нашем мозг по поводу жены, меня мучает ревность, и он стал от неопределённости, а я думаю, что это связано с тем, что вы боитесь самостоятельно принимать решения, вот, по какой, ну, по, ну, силу ряда причин, скажем так. Вы боитесь самостоятельно принимать решения, вот, вы, ну, либо боитесь, да, либо не можете, то есть что-то вас, там, условно говоря, ну, останавливают от принятия решения. И вам хочется, чтобы решение, там, условно говоря, принял за вас, там, мужчина, да, то есть, чтобы он как-то решил за вас, но он не решает, и в итоге вы действительно хотите подвесных представителей. Что касается ревности, то это, на мой взгляд, вполне естественная, естественная реакция, абсолютно естественная, почему, потому что, ну, в силу того, что вы изначально выбрали быть не единственным в жизни мужчины, да, в силу вот этого, в силу этого момента. В силу того, что вы выбрали быть не единственным в жизни мужчины у вас, а совершенно очевидно заниженная самооценка, вот, потому что только женщина с заниженной самооценкой, или с достаточно четкой системой ценности будет встречаться с знатым мужчиной. Вот, если у неё, там, условно говоря, как у вас появляются, появляются вопросы по поводу женщины, то это уже, как бы, немножко, это уже немножко про другое, да, это уже не связано с отношениями, как таковых и таковыми, да, вот. Дальше, 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 дальше. Так, эээ, почему я устал от неопределённости, эээ, потому что, эээ, ну, во-первых, потому что я не готова принять решение, да, то есть я вот, ну, вот, не могу никак, эээ, никак не могу принять решение, ээээ, сама, вероятно. Вот, но это, это не, это, образно говоря, не всё. Эээ, не только я не могу принять решение, но, эээ, я боюсь принять решение, я боюсь ошибок, ну, вероятно, как я думаю. То есть, вы, ну, не знаю, может быть, может быть, считаете, что, эээ, что вам, ну, должны, за вас там решать, решать, что, ээээ, что вы нуждаете там поддержку, ну, вы это чувствуете, как бы вы, Вы считаете, в прямом смысле слова, вы чувствуете, что нуждаетесь в поддержке, чувствуете, что нуждаетесь в помощи какой-то, да? То есть это такая вот в какой-то степени, ну, в какой-то степени зависимая базиция получается. И вопрос, который, на мой взгляд, нужно вам задавать, да, это вопрос, как так получилось. Вот, понимаете, какая-то степени. То есть как такое выжило, что вывод в этом не знал. Вот, и, соответственно, это, на мой взгляд, необходимо разобрать. Что вывод не доверяете себе, что, ну, настолько не доверяете себе, что вы можете, образно говоря, принять решение. Вот. Почему-то. Дальше. Так. Значит так. Он говорит, для того, чтобы я ушел, ты не достану мостскую институт манипуляции. Они все тоже условия. Постоянно, напротив, как ты на голову не запрещает выпивать, чтобы я дома была. Ну, но подруга меня отпускает. При этом я одна. Ну, смотрите. Здесь и дальше, на мой взгляд, вы начинаете жаловаться. Здесь и далее вы жалуетесь на ситуацию, условно говоря. То есть это, ну, это просто жалуетесь, да. То есть как бы, вот именно жалуетесь. Вам не хватает внутреннего комфорта, вам не хватает внутреннего, ну, вот, того, что, не хватает внутреннего предприятия, не хватает чувств, внимания, значимости сюда, вот. Вы, вероятнее всего, оспариваете справедливость того, что с вам происходит. Вы вот, отрицаете, эммммммм... мою ответственность, ну, условно говоря, в этом, вот. В том что вы делаете, в том что происходит. Вот, что… я не знаю, а ты тогда, да. Да, вот, что у нас, условно говоря, он сделал все чтобы я в него влюбилась. Вот, хотя, как бы, ну, повторюсь, да, влюбились все-таки выходит. Вот. Дальше, ну, вот вы пишите, что при этом я одна, и вот своя женщина, она выпивает хоть с подругами, и он тоже выпивает, но и постоянно манипулирует. Ну, вопрос, да, а почему вы позволяете собой манипулировать? Ради чего вы позволяете собой манипулировать? На что вы надеетесь, чего вы хотите, чего вам не хватает? Ну, на просто, он, он, как мне кажется, такой, достаточно, ну, достаточно понятный, да, достаточно такой, очевидный, на просто, вот. И вы вот, что важно, вы не сказать, чтобы отвечать на него в своем, ну, в своем сексе, да, в своих сообщениях, вот не сказать, чтобы вы на это бы отвечали. Вот, это может быть, это как раз то, на что вам, нужно ответить, вот, это то, о чем вам нужно подумать, вот, сейчас. Дальше идем, так, значит, вот, манипулировать обещает мне, может не выполнить, а это потому что человек не боится, что вы уйдете, а это потому что человек не боится вас потратить, вот. К сожалению, или к счастью, не столь важно, но важно, что человек, человек не боится вас потратить, и он не боится вас потратить, на мой взгляд. К сожалению, он не боится вас потратить, вполне себе разумно. Ну, не разумно, наверное, это не совсем, правильная, правильная формировка, неразумно, а он боится, не боится вас потратить, естественно, естественно. Вот. Почему он должен бояться вас потратить, если вы терпите, вот, по факту, да, все, что он там делает, и так далее. То есть, если вы принимаете его, если вы позволяете ему делать, вот, все, что он, ну, все, что он делает, вот, так почему, почему бы ему, ну, условно говоря, вас не обманывает, да? Вот. То есть, это, ну, неприятно, да, это, это правда, что это, это неприятно. Но, вот, правда, она такая продана в этом, к сожалению. Вот. Дальше идем. Так, значит, например, обещал брать костюм после сделки, сделка совершилась, я буду ждать этого костюма, принять деньги на костюм, спасибо, забрал, забрал этот же вечер, мне надо было брать на их занятия, я отказался, не забрал эти деньги, я говорю, хорошо, что-то накуплю в итоге, потом выкрутил, что ты мне, ты же сказала сама. Ну, эээ, смотрите, здесь все упирается, вот, в какой-то степени, да, то, что для вас приемлемо, неприемлемо, и что вы, эээ, что вы, грубо говоря, готовы оставить, да, потому что можно сколько угодно говорить о том, что, там, человек может быть не прав, что человек может быть, там, просто поступает как-то неверно, как-то неправильно, да, можно, вот, сколько угодно об этом говорить, но, эээ, правда заключается, как бы, в том, что, что вы, вот, эээ, что вы сами принимаете, а что нет, вот, потому что, если, эээ, если есть, эээ, то, что вы принимаете, это хорошо, вам это нужно признать, если есть то, что вы не принимаете, это тоже хорошо, это тоже вам нужно признать, Как получается, что вы вроде говорите, но в то же время, а что реально вы там делаете, чтобы этого не было, да? Почему мужчина считает, что он может с вами вот так поступать? Но он же не откуда это узнал правильно, у него же откуда-то появилась такая идея, что о, я могу по отношению к ней вот так поступить, поступить, ну или так поступать. Он же откуда-то это узнал, вот, к сожалению, к сожалению, потому что это все довольно негативно для вас, вот, я понимаю, что это негативно. Здесь, ну, вы, на мой взгляд, ну, находитесь, к сожалению, ну, в позиции жертвы, вы здесь находите. Так, дальше, значит, так, их началось не встречаться, поехали, куплю себе плать. Поехали, куплю, долг выбирали, кто-то покупает, подарок еще нет, зачем так делать, непонятно. Честно говоря, вот именно этот поступок больше похож на то, что у человека такие ценности, я бы сказал, полигамные больше, чем моногамные. Вот, а если мужчина полигамин, то он, для него норма, вот, как раз, то, что не норма, условно говоря, для вас. Да, ну, это нормально, кстати говоря, вот, просто, ну, вот, просто, ну, такая организация, как бы, у человека ценностная организация такая. Вот, вот, понимаете, какая штука, какая штука. Вот. Эм, дальше. Эм, он не понимает, что обижает. Эм, нет, если у вас разные ценности, то, нет, тут, эм, тут нет ничего обидного, потому что у людей разные ценности. Вы просто не принимаете его ценности, да, и перекладываете ответственность за то, что не принимаете его ценности. Нане, вот, мама, мол, это, условно говоря, ты виноват в том, что я не принимаю твои ценности, вот, как бы. То есть, не я, эм, не я, не я не принимаю ценности твои, потому что мне это не близко, потому что это, ну, вообще, там, условно, там, эээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ а это вот именно ты, ты виноват в том, что я не понимаю твои ценности, как бы говорить, как бы транслируете вы мужчину. Понимаете? А он, он, он такой, как он есть, но вряд ли он будет менять, вряд ли он захочет меняться. Понимаете? И вряд ли он как-то не может быть печально звучит, но вряд ли он должен меняться. Потому что это его выбор, быть вот тем, кто он есть. И ваш выбор быть той, кто есть вы. На место все. Только себе вы запрещаете быть, да, там, условно говоря, я не знаю, жертвуя, жертвуя, жертвуя собой ради вот призрачной перспективы быть в отношениях. А мужчина за собой не жертвует. Вот. Понимаете, какая штука. Дальше, эм, так, покупает все в дом, хотя здесь живу, выполняет такой функции, как и жена, и живет выходной со мной. Мне ничего. Ну, мне кажется, что, вот я не знаю, днает ли у себя человек или нет, но это выглядит так, как будто вы боретесь с, эм, ну, с его женой за, не знаю, не знаю, за что, за первенство вы боретесь, или за что, за что-то такое. Такое у меня еще и не важно. Ну, вот. То есть вы уже приняли, приняли, э, правила игры, вот. Но, э, отдаете ли вы себе ачивы, что, что приняли, приняли правила игры? Ну, это вот, мне кажется, очень хороший вопрос, потому что, мне кажется, что такого отчета вы себе не отдаёте. То есть вам, вы по-преднему, ну, не отдаёте отчет в том, что приняли правила игры, хотя, по факту, э, мне кажется, что приняли. Ну, вот. Приняли и играете по его правилам уже. Вот. Но, принять это до сих пор не можете. Вот. Вот. Вот так вот. То есть, условно говоря, в глубине души, условно говоря, вы соглашаетесь на то, как вам относится человек, к сожалению. Вот. Ну, не готовы это принять. Да? Вот. Ну, или, там, наоборот. Да? То есть вы не согласны, как вам относится человек, но не готовы это, опять же, принять. То есть как бы вариантов здесь довольно много. Дальше. Эм, так. Эм, мне нечего, так. Он не понимает, так, если выскажу, он, ну, хочет, бери, понедельник, день рождения. Говорю, вот поедем в сторону, выйдем, посиди. Я с тобой просто не буду. Я говорю, неразь год за сын. Ну, я с тобой не рада, так вот. Если не били постоянных наших праздников, он мне запущал, так, что я одна буду выпивать. Он сказал, ну, хочешь езжай к подругам. А, блин, это, вот, опять же, здесь всё, как будто вы жалуетесь. То есть это всё, вот, по ощущениям, да, вот, по ощущениям, как будто вы жалуетесь просто. Вот. Так, как будто вы пытаетесь, там, условно говоря, не на, ну, на жалобство, на, на, на человек. Вот. Ну, как бы толк, вот, что вы жалуетесь, вы поймите, пожалуйста, эту вещь, эту вещь, поймите, что, а, сколько бы вы ничего не делали, да, вот. А, как бы, мужчина не имеет, от того, что вы жалуетесь на него или не жалуетесь. А, просто жалуясь, вы на это, а, тратите, а, большую, большое количество энергии вы тратите на то, что жалуетесь. Вот. И, когда вы жалуетесь, вы не идете вперёд. Ну, то есть вы не двигаетесь вперёд. Вот. И это значит, что, что стоите на месте, если вы не двигаетесь вперёд, а если стоите на месте, то, ну, к сожалению, есть вот такой достаточно, достаточно большой, большая такая достаточно вероятность, что вы не двигаетесь. То есть, э, то есть, э, условно говоря, там, не знаю, себе, э, э, себе, э, ну, вредит, вредит себе. Вот. Э, 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 ну, негативно. Как бы. Вот. И это то, что является проблемой. Как мне кажется. Дальше. Так, э, значит, у меня это отношение просто бывает. С чем? В итоге скандал. С вашей стороны, какой вклад в скандал? Скандал у меня неудея, я неудею. СМИ, это не может быть нормально, это манипуляция. При этом выходной я сразу браю, подготовлюсь, сразу на работу, мозг не выношу. Ну, ощущение, да, что вы все это делаете ради чего-чего-то. В общем, я сейчас не буду раз в месяц или раз в полгода. Был недоволен, в итоге сухая была это всего давление или мучить одиночество. Был, не надеваясь, потому что плохо ответники. Ну, с этим надо разбираться. В любом случае. Потому что здесь вы, мне кажется, несколько, ну, несколько не там, что ли видите, проблематику, да. То есть, не в нем дело. Не в мужчине дело, а скорее в вас. Вы, вот, ну, реагируете определенным образом, да, вот, на определенную вещь. Я не говорю, что это однозначно плохо. Просто в нашем случае это вредит и мало того, что вредит, но еще и вполне вероятно, там, ну, может, там, привести к, условно говоря, проблемам с алкоголем, допустим, да. Вот. Я уверен, что вы этого не хотели бы. Вот, так, ну, тут, тоже, тоже, ну, там, условно, нужно на это обратить внимание, да, и посмотреть с этим поработать. Вот. И это вы хотите, конечно. Вот. Дальше. Дальше. Так. Сказал, езжай домой, с тобой ничего не хочу. Интересно, бур, как принять ситуацию? А, принять никак, потому что, ну, в таком положении, принять ее мало реально. Вот. Ну, вот, в таком положении, я имею в виду, в таком, в таком состоянии, вот, в каком вы сейчас находите, да, мало реально принять ситуацию. Вот. Потому что она, эта ситуация, к сожалению, вас, ну, я бы сказал, дискредитирует. Вот. И ваша задача, как мне кажется, здесь не принимать ситуацию, ситуацию. То есть пытаться, ну, вот, как мне кажется, да, пытаться, там, смириться. А ваша задача поработать немножко с собой, да, над собой и посмотреть, какие у вас, лично у вас есть претворечия, какие лично у вас есть сложности, какие лично у вас есть страхи чего вы хотите от мужчины, чего вы от него ожидаете, насколько это реалистично, насколько это реально, вот, можно ли на самом деле от него этого ожидать от мужчины, я имею в виду, да, вот, и какую, там, условно говоря, цену вы готовы, там, платить за то, чтобы, вот, получить от него то, что вам нужно, вот, там, там еще мужчина, ну, его, как бы, все устраивает абсолютно, человек все устраивает, человеку все нравится, вот, менять он ничего не будет от слова, от слова совсем, да, вот, ну, серьезно, зачем это от менять, для чего, вот, зачем, что-либо менять, вот, так что, тут все достаточно просто. Как испустить его от сердца? Ну, судя по тому, что вы скандалите и ругаетесь, я не уверен, что это именно про сердце, я вот, судя по тому, что вы скандалите сердце, я думаю, что это больше про потребность, так что любовь, это все-таки, ну, немножко, другая цель, любовь, это все-таки, больше, как вот, принятие, принятие с человек, да, и принятие с себя, а поскольку у вас, если вы не женой самооценкой вы себя сравниваете, с, например, с другой женой, мужчиной, то, вряд ли, вы его прямо любите, мужчина, я имею в виду, скорее всего, речь тут идет именно о потребности, о силании, вот, а не о любви, вот, о желании, там, не знаю, что-то компенсировать, например, вот, и не то, чтобы это было прямо, что-то неправильное, просто вы это делаете, ну, несколько негативно, ну, то есть не негативно даже, а несколько вы это делаете деструктивно для себя, вот это вот и нужно подкорректировать, чтобы были определенные ваши желания, которые вы могли бы реализовать, но чтобы при этом вы не вредили себе, чтобы вы стремились, условно говоря, там, к своим ценностям, но чтобы при этом вы не вредили себе, не бороли с собой, не воевали с собой, не мучили себя, знаете. На этом все, я надеюсь, что помог вам, и желаю всего самого доброго и удачи.